Всем привет! Меня зовут Наталья Зайдл. Пару дней назад в группе Facebook HandmadeNim я разместила пост вот с этой сумочкой. Ранее я уже размещала пост с другой сумочкой, выполненной также в этой технике. Было очень много откликов, вопросов, как, зачем, почему и просьбы также сделать мастер-класс. Я пообещала, вот я делаю. После работы сегодня я немножко устала, но тем не менее решила поделиться все-таки, как это изготавливается. Это не синель, это совершенно другая техника. Используются любые обрезки джинсовые, тонкие, толстые, светлые, темные, то есть все возможные отходы, которые вы хотели бы выбросить. Не выбрасывайте. Вот покажу еще. У меня подушечка сохранилась также в этой технике. Она лежала на террасе тоже под солнцем. Наверное, лет семь назад я ее сшила. Очень хорошая. Можно тут повыдергивать ниточки, нервы поуспокаивать. Кто любит пупырышки хлопать, очень полезно. Итак, расскажу, как я это делаю. При шитье различных джинсовых сумок, кошельков, любых изделий всегда остаются обрезки. Я их не выкидываю. Я их складываю вот в такую коробочку. Тут совершенно разные обрезки. Они нам понадобятся. Любые джинсы, любые цвета. Желательно, чтобы это был хлопок. Если в составе джинсов есть синтетика, то желательно, чтобы ее было немного. Иначе края вот этих вот полосочек будут распушаться не очень красиво. Вот обрезки. Затем я использую роликовый нож вот такой. Использую линейку вот такую. И естественно, вот такой мат. Тоже видавшие виды мат. У кого нет роликового ножа, линейки, можно использовать обычные ножницы. Но скажу вам так. Я пробовала ножницами. Через два-три часа рука начинает просто болеть вот в этом месте. И после такого одного неудачного эксперимента длительного я была голодная дня три. Потому что я не могла просто взять ложку в руки. С тех пор я использую только нож и только линейку. Что нам важно здесь учитывать? Когда мы нарезаем полосочки, вот такие вот всякие кусочки, особенно разноцветные, они очень хорошо подойдут для этой техники. То есть, чем больше вот таких вот всяких белесостей, каких-то швов, тем даже интереснее становится. Значит, покажу. Когда мы нарезаем полосочки, нам нужно определиться, где у нас долевая нить, а где поперечная, то есть уток. Вот это вот нить вдоль джинс долевая. Вот это поперечная нить уток. Мы должны разрезать полосочки вдоль утка, то есть поперек. Размер полосочек мной рекомендованный, опытным путем установленный. От двух до пяти сантиметров в длину и в ширину где-то полтора сантиметра. Больше не надо, меньше тоже. Значит, нужно определить очень четко, где у нас находится уток. Вот если здесь видно, у нас сейчас здесь перекошено. Так, то есть нам нужно подрезать, где у меня ножницы, подрезать вот так вот, четко по утку, чтобы у нас проходил срез. Вот здесь видно, четко по утку идет срез. То есть вот здесь вот, если мы выдернем ниточку, то она одна, ну или в крайнем случае две, максимум три, ниточки выдернутся, не более. То есть должен быть четко ровный срез. Затем по линейке начинаем полосочки нарезать полтора сантиметра, как я уже сказала. Можно 1,75. Также смотрим, чтобы у нас разрез шел ровно по утку. Иначе потом, когда мы будем растрепывать полосочки, будет довольно проблематично и не очень красиво. То есть вот таким образом мы нарезаем полосочки. Вот мы нарезали, вот у меня здесь такой уже большой запас этих полосочек. Я их периодически нарезаю, когда у меня есть время. То есть я не сижу день и режу эти полосочки. То есть там полчаса, здесь полчаса и все складываю в коробочку. Как вы видите, здесь абсолютно разное качество. Есть тонкие, есть толстые, светлые, HB джинсы. Их мы будем сшивать по две, чтобы у нас было пушисто. То есть вот у нас заготовлена коробочка с нашими полосочками. Затем нам нужно будет, я уже тоже заранее приготовила, вашу основу. Для основы лучше брать хлопчатобумажные ткани. Вот. Естественно, перед тем, как вы будете нашивать полосочки, нужно провести декотировку. То есть влажно-тепловую обработку. Лучше всего постирать ткань в машинке, пропарить утюгом для того, чтобы зафиксировалось положение долевой и поперечной нити. Иначе, если вы не проведете декотировку, если вы не постираете до того, как будете делать полотно, у вас ткань может перекосить и ваши полосочки будут не строго прямо, а пойдут в кость. Что, собственно, мне лично не нравится. Я пробовала не стирать. В общем, результат был не очень красивый. Я вырезала заготовку размером 30,5 см на 81,5 см. Это у меня будет сумочка очередная. То есть это у меня та сторона, на которую я буду нашивать полоски. Я ее предварительно укрепила флизелином. То есть у меня будет сумочка примерно вот такого размера. Теперь нам нужно нарисовать линии, по которым мы будем пришивать полосочки, чтобы у нас шло все четко параллельно. Поскольку у нас полосочки заготовленные 1,5 см, 1,75 см шириной, то нам полосочки лучше всего делать расстоянием 1 см между друг другом. Рисую я простой ручкой, потому что это все видно не будет. Здесь у вас будет проходить шов. К тому же после того, как полосочки будут нашиты, мы нашу заготовку постираем. То есть вот таким образом. Время от времени мы проверяем параллельность, так, чтобы у нас потом оно не ушло в кость. То есть вот эта линейка, она очень удобная, прозрачная. По ней мы рисуем эти полоски. Дальше я продолжу покажу уже в готовом виде. Вот заготовочка моя готова. Простите за тавтологию. Вот здесь вот с краю я немножко не нарисовала не до конца линии, потому что у нас здесь будет шов. Сейчас мы будем сшивать вот эти два края. И последний ряд полосочек мы будем уже нашивать где-то здесь. Посмотрим, где у нас попадется. Будет не очень удобно на машинке, но, тем не менее, один ряд мы сможем как-нибудь выдержать. К слову сказать, меня спрашивают, как называется эта техника. Скажу вам так. У нее нет названия, потому что эту технику я придумала сама в 2013 году. Можете называть ее техникой Натальи Зайдель. Можете писать в комментариях свои предложения. Я буду очень рада. Были в комментариях предположения, что эта техника называется ленивая синель. Но, как вы уже поняли, с ленью эта техника ничего общего не имеет. Достаточно трудоемкая техника, но результат опять же налицо. У синели, если мы сшиваем несколько полотен вместе и разрезаем уже после того, как мы сшили, после того, как мы прострочили, то у нас не получится вот таких вот, ну такого эффекта что ли, пушистости. То есть здесь очень важно, чтобы вот эти полосочки находили друг на друга. Вот так вот. Потом они распушаются и основы, по сути, не видно. В синели же основу видно. То есть это не синель. Не путайте, пожалуйста. Ну, сейчас я сяду за машинку и покажу, как это все настрачивается. Начинаем пришивать полосочки. Машинка у меня Fav Creative 3.0, но можно использовать совершенно любую швейную машинку. Самую простую, если она шьет прямую строчку и делает зигзаг. Зигзаг нам понадобится позже для обработки края нашей заготовки перед стиркой, чтобы он у нас не растрепался. Вот, кладем полосочку по серединке. Вот, по, не знаю, видно, не видно. Вот, по серединочке так. И начинаем настрачивать. Так, я тут все сдвинула из-за камеры. Мне немножко несподручно, но не важно. С самого начала. Когда мы приближаемся к концу полосочки, мы берем следующую. Так вот, по размерчику, чтобы у нас тут подходила. И под нее заводим. Где-то на полсантиметра под нее. Чтобы у нас потом, после стирки, не было здесь таких некрасивых промежутков и дыр. Наша цель все-таки, чтобы основу не было видно. Можно, конечно, попробовать с какой-то интересной цветной основой сделать полосочки пошире. Но я еще не пробовала. Буду рада увидеть ваши эксперименты. Пожалуйста, пробуйте. Я беру полосочки совершенно произвольных цветов и длины. Настрачиваю их. Это процесс не быстрый. В первом моем изделии, в этой технике, коврик, я использовала определенную цветовую гамму. Я делала разделение на зоны по цветам. То есть, я первую часть, вот область, делала светлые полосочки. Потом потемнее. Снизу черные. Интересно получается. Ну вот, это очень довольно кропотливо. Это у меня было три коробочки с разными, с разными цветами. Так вот здесь надо, здесь чуть подлиннее. С разными цветами полосочек. То есть, было очень довольно таки кропотливо. Вот здесь я немножко помогу. Закрепляем. Поставим закрепочку. Я не переворачиваю полотно. Можно вот так перевернуть. Продолжить шить в эту сторону. Но я предпочитаю шить до тех пор, пока у меня совсем здесь крайне упрется. Машинка у меня с большим вылетом. Для петчерка специально. Тем не менее, я предпочитаю облегчать себе работу. Если у нас здесь светлые, то следующий ряд лучше, конечно, использовать темные. И вот в этих местах, где у нас полосочки друг с другом смыкаются, тоже лучше их разбавлять. В плане, как кирпичиком их делать, как кирпичная кладка. То есть, одна здесь, в этом ряду здесь, в этом ряду здесь. То есть, чем у вас разнообразнее это будет, тем будет пушистей. Вот, к слову, у меня совсем тоненький джинс. Я его делаю вообще по две. В одном месте три полосочки. Туда ее... Туда ее... Так... Ну, тут здесь опять я немножко заговорилась и слишком далеко от их ушла. То есть, вот так вот. По две джинсовые толстые полосочки я пробовала. Получается очень довольно таки неплохо, но распушать их очень тяжело. То есть, я остановилась на том, что и одна полосочка, один слой полосочек будет неплохо. Так, и здесь у нас совсем малюсенькая какая-нибудь, ну, вот эта вот, скажем так, темненькая. Туда затолкаем. Можно пол сантиметра, можно чуть побольше. Не играет совершенно никакой роли. Главное, чтобы у вас не было расстояний. То есть, вот здесь видно, что у нас полосочки внахлёст. Это очень важно. Если вы не хотите, опять же повторюсь, чтобы у вас было видно основу голубую. Сейчас я продолжу нашивать полосочки. Не знаю, сегодня успею, не успею. Покажу дальше, что мы делаем с этой заготовкой. Я приближаюсь уже к серединке полотна. То есть, почти половину я сделала. Как здесь видно, полосочки я нашиваю абсолютно в произвольном порядке и по цвету и по длине. Единственное, если у меня, допустим, один ряд нашиты полосочки короткие, то следующие я делаю по длине и так далее. То есть, чередую. Конечно, чем короче полосочки, тем интересней. Чем больше вот этих вот нахлёстов, тем будет более пушистее и интереснее. Но это очень трудоемко, поэтому я чередую короткие и длинные, длинные и короткие. И ряды между собой тоже чередую. Есть у меня полосочки длинненькие такие, более 5 сантиметров. Например, вот эта вот, наверное, сантиметров 6-7. Я такие полосочки тоже нарезаю, оставляю их для того, чтобы вот здесь в конце, когда у меня, допустим, надо будет там 2-3 сантиметра, чтобы мне не искать долго, я просто разрезаю вот эту длинную полосочку и нашиваю. Меня часто мои знакомые, друзья, спрашивают, почему я не делаю мастер-классы. Я скажу так, что посты мастериц в Фейсбуке по поводу того, что их мастер-классы слезали, пересняли, украли. Меня очень, конечно, возмущает эта вся деятельность таких псевдо-мастериц, которые переснимают мастер-классы. Поэтому я, чтобы поберечь себе нервы, мастер-классы никогда не делала. Это мой первый мастер-класс. Я очень надеюсь, что благодаря тому, что техника это трудоемкая, не каждая мастерица, в кавычках, будет переснимать мастер-класс. К слову сказать, очень много жалоб. Мы выложили мастер-класс абсолютно бесплатно на ютубе. Через пару дней появилось еще два-три. И люди берут за это деньги. Ну, это уже вопрос на самом деле воспитания, либо совести, или ее отсутствия. Поэтому тут уже каждый выбирает для себя мастер-классы. Это не моя сама цель. У меня, видели, какая коробка моих заготовок, обрезочков. Поэтому у меня работа выше-брыже. И особо времени на мастер-классы нет. А тем более, вот видите, длинная получилась, светлая. Мне бы здесь как раз вот разбавить светленьким. Я ее просто разрежу. Вот. Это то, что касается мастер-классов. Так. Сейчас, чтобы мне не отвлекаться, я отключусь. А, еще один момент. Если в процессе шитья у вас вот эти вот полосочки там вправо-влево немножко будут отклоняться, но не совсем ровно нашили, абсолютно ничего страшного. После того, как вы постираете заготовку и распушите края, этого видно не будет. Поэтому, еще раз повторюсь, два-три миллиметра вправо-влево никакой роли не играют. Это не страшно. Так. Вот. Я закончила нашивать полосочки. Сейчас я сошью полотно. Чтобы оно у меня было полотно. Так. Здесь вот нужно еще отодвигать эти полосочки, чтобы они у нас не в шов не попали. Так. Я старалась сделать так, чтобы у меня была половинка, ну вот, как могла. Так. Что у нас тут получилось? Значит, выворачиваем. Что получилось? Так. Вот оно у нас получилось. Вот здесь вот, где шов видно лысину. То есть мы прямо по нему сейчас, поднимем его на другую сторону, и прямо по нему, по этому шовчику, нашьем очередную полосу. Вот. В конце вот. Черненькую. Такую. Не черненькую, темно-синенькую. Черную. Черную я в этот раз не использовала. Прошла только в синей цветовой гамме. Так. Мы посмотрим, что у нас получилось. Ну вот. Ну, относительно даже ровно, я бы сказала. То есть вот. Вот такая у нас получилась штучка. Сейчас я вот эти ниточки все обрежу. Так. И по кругу здесь и здесь обработаю зигзагом. Чтобы во время стирки у нас лишние нитки отсюда не повылезли. Нам все-таки важно, чтобы у нас края были более-менее ровненькие. Ну вот. То, что у меня получилось. У нас пол первой ночи. За машинку я села где-то около восьми часов. То есть четыре с половиной часа у меня ушло на вот эту заготовку. Важно, чтобы... Ну, как мне кажется, на вкус и цвет товарищей нет. Чтобы все эти кусочки... Видите, расход совсем небольшой получился. У было совсем немножко. Важно для меня, по крайней мере, чтобы все кусочки были, ну, разных цветов. То есть, у меня тут очень много джинс. Наверное, семь или восемь обрезков собиралось. Различных цветов. Благодаря вот такой... Игре цвета, что ли, получается. Такая красивая, интересная. Ну, не только пушистая, в плане вот... Яркая такая поверхность. Следующий наш шаг. Нам нужно постирать эту заготовку. Чтобы машинка стиральная у меня не вышла из строя. Так же опытным путем я определила, что машинка ломается. Предыдущая машинка у меня после четырех, по-моему, стирок таких изделий просто вышла из строя. Мне пришлось покупать новую стиральную машинку. Я сшила вот такой мешочек из старой тюли. На замочке. Замочек нам нужно обязательно зафиксировать булавкой. Потому что открывался замочек. Выпадывали мои вещи оттуда. И мы это все постираем. Но постираю я уже завтра. Потому что у нас в Германии по ночам стирать не принято. Почему? Сначала стираем, потом выдергиваем ниточки. Пробовала я сначала выдергивать, потом стирать. Получалась двойная работа. То есть я предпочитаю выстирать, выполоскать все, что можно. И потом сесть и основательно уже доделать вот эту бахрому. Стираю я на самом долгом режиме, какой только есть на моей машинке. Для того, чтобы все, что можно было, все вышло оттуда. Все ниточки выпали, вылезли и так далее. Добавляю ополаскиватель. Как мне кажется, джинс становится мягче и ниточки выходят легче. Всем доброго нового дня! Только что я вытащила свое сокровище из машинки. Сейчас посмотрим, что у меня получилось. Вот видно, сколько ниток. Они в один клубок даже здесь скатались во время стирки. То есть говорит о том, что без такого мешочка стирать изделие в этой технике нежелательно. Ваша машинка просто выйдет из строя. Заготовка у меня мокрая. Так вот мы сейчас ее еще обтрясем. Я положу ее сушиться на радиатор, чтобы побыстрее показать вам дальше, как я распушаю все это дело. Заготовка моя высохла. Для того, чтобы распушать ниточки, я использую самый обычный распарыватель. Мне нравится тем, что он вроде бы и острый. То есть хорошо прокалывает ткань, но не такой, чтобы можно было уколоться. То есть я беру сразу оба края полосочки, вытягиваю ниточки, подцепляю и вытаскиваю их. Здесь тоже самое. Я прокалываю сразу оба края по возможности. Зависит конечно от каждой конкретной полосочки, от каждого конкретного кусочка. Вот это вот немножко посложнее, посильнее почему-то здесь нитки. Но ничего страшного. Бывает и такое. Здесь вот тоже. Если видно, я вытаскиваю по 5-6 ниточек. Когда у меня будет все готово, я буду смотреть уже локально. Может быть где-то местами я распушу еще побольше какие-то кусочки. То есть это уже на любителя. Хочу заметить, что те ниточки, которые мы вытаскиваем, они все белого цвета. Это поперечная нить. В той сумочке, которую я уже шила, которую я показывала, я нашла совершенно случайно одно место. Я его даже не заметила, где у меня полосочка выкроена не по утку, а по долевой нити. Вот мы сразу же видим здесь разницу. Если у нас кусочки, полосочки, которые были выкроены по утку, у них бахрома такого же цвета, как сама полосочка, то у этой, которая была выкроена по долевой, у нее бахрома белого цвета. Я не знаю, честно, как попал этот кусочек в эту коробку. Я когда-то давно экспериментировала. Видимо, где-то он попал. Я даже не заметила, когда шила. Потому что, как вы видели, я беру все, что под руку попадается и пускаю под иглу. То есть, я как-то пробовала, там у меня получилось очень много белого. То есть, мне показалось, что джинсовая цветовая гамма, которая вообще задумана мной, она теряется, когда очень много белого. Поэтому я все-таки остановилась на варианте кроить поперек. И продолжаю это делать. Половину заготовки я уже распушила. Думаю, что на этом пора заканчивать, чтобы видео не получилось слишком длинным и утомительным. Напоследок, мне хотелось бы ответить еще на один вопрос по поводу веса готового изделия. Сегодня я провела контрольное взвешивание этой сумочки. Ради интереса, потому что мне самой интересно, действительно, сколько же весит эта сумка. Она весит 370 грамм. Я считаю, что для сумки это смешной вес. Совсем ничего. Если бы мы шили подобную сумочку в технике Синель, соединяли бы 2-3 слоя джинсовой ткани плюс основа, то вес, как минимум, можно было бы умножать на 3. То есть, я думаю, что вес готовой сумочки в технике Синель был бы около 1 килограмма. На этом я заканчиваю. Буду ли я снимать мастер-класс по пошиву сумки из этой заготовки, зависит от Вас, дорогие мои, от Ваших комментариев, отзывов, откликов. Посмотрим, будет ли у меня желание. Как уже сказала, мастер-классы я не снимаю. Это мой первый мастер-класс. Напоследок хочется поблагодарить всех за внимание. До свидания.